ВК-4502Б Вот так вот в прямой проекции танчик довольно неплохо бронирован, здесь мы имеем броню в 260 мм, здесь у нас броня с приведенкой довольно неплохая, пытаются пробивать в нижний бронелист, вот здесь приведенка доходит, здесь в принципе брони 160 мм, да, если в прямой проекции смотреть под 90 градусов, угол будет к вашей башне, ну а если смотреть вот так вот, то здесь приведенка превышает 350 мм. Согласитесь, довольно неплохо, ромбовать приходится на данной машинке довольно часто, потому что заднее расположение башни, соответственно вам необходимо выезжать как-то ромбиком, да, из-за каких-то укрытий, в частности из-за домов, допустим, очень неплохо машина отыгрывается. Единственное что необходимо учесть, что как больше вы даете вот так вот градус, соответственно все меньше и меньше становится приведенка в борту, а здесь менее 160 мм броня, но и честно говоря в башне тоже броня существенно начинает падать, чем меньше становится приведенка, тем больше она приближается к отметке в 160, ну вот допустим вот в такой вот проекции уже 200. То есть получается, если вы будете вот так конкретно стоять, будет беда, но это то, что касается бронирования. Что касается орудия, как правило я за, ну, за обзор обсуждаю только орудия, иногда обсуждаю броню, если есть о чем поговорить, ну а все остальное зацениваю непосредственно в самих замесиках. Смотрите, есть два орудия топовых, одно альтернативное топовое орудие, одно топовое орудие проходное, ну топовым его сложно назвать, потому что есть просто базовое, с которым вы начинаете играть на машине, и то орудие, которое в любом случае вам придется открыть для того, чтобы переходить на 10 уровень. Есть альтернативные несколько орудий, поговорим о топовом. Топовое орудие собой представляет 310 единиц альфы, минус 8 склонения, к нему сейчас вернемся, 225 единиц пробития. Не сильно много, но в целом играть можно. Что касается перезарядки, перезарядка как для девятки, как для тяжа и для 310 единиц, просто шикарная. 7,5 секунд, и с учетом брони, выживать вполне таки, даже комфортно, вполне нормально. 2500 урона ДПМа я округляю, тоже согласитесь, для девятки неплохо. Есть очень хорошее время сведения и разброс на 100 метров. Вот что касается склонений вниз, здесь есть маленький нюанс. Склонение вниз хорошим может быть только в случае, если вы отворачиваете башню, так чтобы ствол уходил за борта, свешивался. Поскольку вот так вот, ну согласитесь, минус 8 здесь просто деться некуда. Поэтому минус 8 это максимальный наклон ствола, тогда когда за бортами находится ваше орудие. Давайте возвращаться к пушкам. Есть еще вот эта вот пушечка, о которой я говорил, да, проходная, будем называть ее топовая проходная пушка. На ней мы тоже обязательно сыграем в сегодняшнем обзоре. Средний урон составляет уже 460 единиц альфы, но перезарядка на 5 секунд дольше. Хуже урон в минуту, ДПМ падает на 250, разброс на 100 метров и время сведения. Единственное в чем пушка действительно лучше, это в том, что она поднимается наверх на 1 градус выше, ну как бы несущественно, согласитесь. Больше альфа и больше пробития на 25 миллиметров. Но прелесть этой пушки на этом и заканчивается. То есть, ну, отыгрывать на 5 секунд дольше перезарядку уже тяжелее, согласитесь, какой бы ни был танк бронированный, как для своего уровня. Ну и урон в минуту существенно ниже. Ну, я понимаю, что 250 единиц как бы может и не существенно, но это существенно, когда вам надо кого-нибудь добрать. Поэтому, простите, добрать-то вы сможете, альфа увеличится, я имею ввиду, когда вам надо набить урона. Ну, соответственно, ДПМ ваш, он существенно ниже в процентном соотношении, чем у альтернативной топовой пушечки. Короче говоря, ребят, поиграем сейчас на одном орудии, поиграем на втором орудии. Ну и, соответственно, зацените вы, в первую очередь, на каком орудии вам будет комфортнее отыгрывать данную девятку, если вы стремитесь открыть себе ВК-7201К. Пока запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас, сделайте, пожалуйста, милости и одолжения. Подпишитесь на канал, в правом нижнем углу желтый шельдик, наводите на него мышь и в один клик станете постоянным зрителем моего канала. Спасибо вам большое за благовременно, за поддержку моего канала. Возвращайтесь на видео, я буду пытаться радовать вас все новыми и новыми видосами, которые, надеюсь, будут для вас полезными, а главное, они будут честными. Ну, честно говоря, против двух тяжей на данной машине я не поеду, нет у меня такого желания, особенно с учетом того, что эти два тяжа 10 уровня, один из них барабанный, ну, а второй из них соточка. Да, сотка. Но не хочется, честно говоря, ехать, прям совсем-совсем не хочу. Что касается машинки в отношении подвижности, согласитесь, машинка довольно неплохо себя чувствует. У меня топовый двигатель, топовые гусли, мне машинка понравилась, она осталась у меня в ангаре. Ну, и я, честно говоря, получаю удовольствие, периодически выкатывая ее. Может, кто смотрел мои другие обзоры, касающиеся девяток, в этих обзорах я говорю, что девятки мне не сильно нравятся, потому что ни вашим, ни нашим ты и не с восьмерками играешь, и ты не десятка. Короче говоря, вот какой-то такой уровень получился, ну, малопопулярный. Подъедем чутка поближе, попытаемся там потанковать. Подвижность, слава богу, нам это позволяет, мы действительно можем передвигаться по карте. Ну, я бы сказал, не сильно имбово быстро, но, согласитесь, довольно-таки уверенно. Что касается точности орудия, времени сведения на данной конкретно пушке. Ну, вот смотрите, время перезарядки существенно даже сейчас немножко не дотянуло, исходя из того, что соперник там начал где-то что-то как-то ерзать, и я не смог нормально в него прицелиться. Ну, а союзники успели его добрать, да и слава богу. Но факт остается фактом, что представьте себе, если бы сейчас у данного орудия была перезарядка еще на 5 секунд дольше. Ну, в общем, было бы немножечко дискомфортно отыгрывать. Йох приехал сюда, не очень, конечно, приятная ситуация, но будем пытаться как-то отыгрывать. По времени сведения, шикарное время сведения, как для данного орудия. Что касается, ну, вот, точности орудия, орудие тоже просто-таки, ну, радует своей точностью, как на средних расстояниях, так и на длинных расстояниях, ну, на дальних расстояниях. Короче говоря, отыгрывать на орудии очень даже-таки комфортно. Пока мы с вами здесь общались, заценивали танчик, нас потихоньку начали сливать. Не очень, конечно, приятно, осталось нас двое, бабаха с очень долгим временем в перезарядке, ну, хоть кого-то да вынесло, уже приятно. Я, может, тоже там что-то где-то как-то сейчас попытаюсь помочь, но проблема заключается в том, что Йох барабанный, и сейчас Йох начнет потихоньку отстреливать ФВшку. С меня, честно говоря, помощь, конечно, попытаюсь оказать, но навряд ли это чем-то поможет. Все-таки Йох быстрее вынесет бабаху, чем я буду его раздамаживать. Ну, а теперь, ребят, остается нам, как говорится, подыхать, но с музыкой. В любом случае сдаваться у меня в принципах нет, значит, буду бодаться до последнего. Буду пытаться делать до последнего хоть что-нибудь, дабы не подарить просто эту победу соперникам. Ну, а чтобы они ее попытались как-то хотя бы немножечко заслужить. Вообще машинка, честно говоря, мне нравится. Вот смотрите, сейчас 900 единиц заблокированного урона от Йоха, и Йох это десятка. Ну, согласитесь, довольно приятно, довольно комфортно. Да, я понимаю, что машина не имба, машина проходная, и сейчас меня явно вынесет сотка в затылок, а может и Йох там что-то попытается меня как-то добрать. Но вот нравится мне эта машина, и хоть ты тресни. Короче говоря, ребят, сейчас посмотрим на дохлую тушку быстренько. Пробивали в затылок, а вот в башню спереди Йох, хотя это десятка, пробить меня не смог. И согласитесь, это является, ну, каким-никаким, а все-таки показателем качества брони на данной машине. 2800 единиц нанесенного урона, сделанных два фрага. Ну да, я согласен с тем, что это были недобитки, я спорить не буду с этим. Но согласитесь, эти недобитки были сделаны только лишь потому, что действительно комфортно и быстро перезаряжается орудие. Ну, вот мы в рейтинге нашей команды по урону. Итак, сейчас меняем с вами орудие. Берем себе топовое проходное, как я его называю, ну, и, соответственно, на нем уже забежим. Я вот так вот насыплю голды от балды и на ней заскочим в бой, посмотрим, чего может эта машинка на топовой проходной пушке. Скажу откровенно, мне лично в некоторых боях действительно топовая проходная пушечка нравилась больше. Но в основном, в основном, я играю именно на топовой альтернативной пушке. Это связано с тем, что данная пушка, она реально помогает наносить чаще урон. И это очень существенно в боях против десяток, потому что против десяток на девятке, как я уже говорил, после выстрела вам необходимо еще, ну, выжить. Да, то есть прожить этот момент, пока вы перезаряжаетесь. То есть проживать этот момент против десяток, когда вы девятка, гораздо тяжелее. Ну, а поскольку тяжелее проживать этот момент, то, соответственно, хотелось бы почаще отстреливать для того, чтобы не приходилось ждать момента перезарядки. Ну, и, соответственно, хорониться где-то и пытаться выживать. Но, в любом случае, на вкус и цвет товарища нет. Если вы со мной не согласны, безусловно, и очень надо, чтобы вы написали о том, с чем вы не согласны в комментариях. Если же вы меня поддерживаете, напишите тогда об этом тоже. Я вам буду безумно благодарен. В любом случае, любая информация, особенно какое-то альтернативное субъективное мнение, оно будет полезно для ребят, которые заценивают танчик для того, чтобы понимать, насколько сложно или не сложно будет им отыгрывать на этой машине. Насколько тяжело или не тяжело будет выкатать десятку. Ну, в общем, для тех ребят, которые не играли еще на данном танке, ну и, соответственно, хотят для себя понять, чего от него ожидать. Так, ну вот давайте по времени сведения. Вот время сведения на 100 метров, в принципе, нормальное. Вот точность орудия. Я бы сказал, что тоже довольно неплохая. Хотя цифры по времени сведения и времени перезарядки, ну а также по разбросу на 100 метров, они разнятся между альтернативным и топовым проходным. Но в целом, ребят, я бы не сказал, что вот эти вот разницы в цифрах, они действительно настолько существенно чувствуются в игре. Но что действительно чувствуется, как я уже говорил, это конкретно время перезарядки. Как бы, то есть, ну, здесь из песни слов не выбросишь, все-таки 12 с половиной секунд, согласитесь, существенно. Особенно для девятки. Ну, наконец-то повезло хоть в кого-нибудь попасть, кого-нибудь выцелить. К сожалению, как-то бой так сложился, что вперед я прорваться не прорвался. Ну вот время перезарядки, видите. Сейчас я бы уже отбросил на предыдущем орудии снаряд в этого товарища. Ну, а так, к сожалению, не получилось. Пришлось ждать. Ну, а за это все я получил там, ну, пускай 100 плюс урона от выстрела по сравнению с другим орудием, на котором мы играли перед этим. Ну, и опять же, смотрите, сейчас был бы шанс у меня откинуть в ФВ-шку. Ну, вот сейчас уже был бы, ну, с перезаряженным, да, получается, орудием. И сейчас бы ФВ-шку я бы уже, наверное, добирал. Ну, а так придется стоять. Ну, опять остался один. Такое тоже бывает. Я думаю, что в целом ничего страшного вынесут, да и вынесут. В любом случае, орудие заценить получилось. Ну, а в целом этого я и хотел. Показать вам орудие не альтернативное, а топовое проходное. Пробили нижний бронелист, это делали десятки. Ну, как бы удивительного здесь абсолютно ничего нет. Теперь давайте будем смотреть результат. Но результатов практически нет. 1800 урона, да, там, 1860. По сравнению с предыдущим боем практически ни о чем. И в результатах нашей команды мы заняли опять второе место, но уже с существенным отрывом суперконя. Ну, здесь как бы и неудивительно. Товарищ перезаряжается гораздо быстрее. Вот такой вот он ВК-4502Б. Я бы лично от себя рекомендовал вам играть на пушке альтернативной. Она все-таки как-то немножечко повеселее, просто своим КД. Вернемся к орудию по данной машине. Ну, и давайте посмотрим. В этом орудии вы наносите 460, но перезаряжаетесь гораздо дольше. Здесь наносите 310, но перезаряжаетесь на целых 5 секунд, можно сказать, быстрее. То есть, ну, практически там 2 к 1, да, там, получается. Ну, не 2 к 1, да, согласен, хорошо. 2 из 3, тогда скорость перезарядки получается, ну, в пользу альтернативного орудия. Ну, согласитесь, это существенно. Лучше 2 раза отбросить по 310, получить 600 единиц средухи, чем 1 раз кинуть 460 и потом еще там дожидаться, да, пока орудие будет перезаряжаться. Короче говоря, ребят, ну, вот такой вот он ВК. Насколько сложно на нем будет катать? Нет, абсолютно не сложно будет, комфортно будет, приятно. Особенно, если вы приспособитесь к заднему расположению башни. Ну, и тогда у вас, в принципе, будет все в кармане. На данный момент у меня все, возвращайтесь на канал, это был честный обзор на ВК-4502Б. Я буду рад вашим подпискам, комментариям и лайкам под данным видео. Еще увидимся в боях, всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok